Перемирие в зоне АТО по-прежнему не соблюдается. Сегодня боевики трижды нарушали режим тишины. Огонь открывали в районах Павлополя и Красногоровки. Но несмотря на обстрелы, бойцы готовятся к новогодним праздникам. На позиции возле Попасной прибыл Вифлеемский огонь. Там побывал и Геннадий Вивденко. В руках волонтера лампада. На передовую под городом Попасная везут Вифлеемский огонь. Это уже традиция для волонтеров. Подарок из Израиля и Австрии от партнеров Международной общественной организации Пластунов. В зоне АТО передавали этот огонь уже и в Марьянку, Авдеевку, на крайнюю точку Станицы Луганской. Также подъезжали до прикордонников, передавали, которые стоят за три километра от российского кордона, а с другой стороны Луганск. То есть на самые отдаленные точки, там, где бойцы несут службу и не сможут быть вместе со своими родинами, но будут встречать Рездво, чтобы они чувствовали эту благодарность украинского народа. Такие группы в зоне АТО-7 работают 17 января по всей линии фронта от Станицы Луганской до Мариуполя. Волонтер Роман привез с собой и 16-летнего сына, у которого в столичной школе как раз начались каникулы. Набираются энергетики от бойцов, то есть тут я вижу, что бойцы это действительно патриотами. Свободные от наблюдения за врагом бойцы принимают вифлеемский огонь. Они рады гостям, которые помогают отвлечься от тягот войны на одном из самых опасных направлений. Наша мечта на наступный год, может дать Бог, будем на кордоне. Набираемся сил, а потом после чего быть в Москва-реке хочу помыться. Теперь командир пройдется по позициям и разнесет огонь под иконы. Ведь святые лики там чтят почти в каждом блиндаже. Вместе с тем подарки у волонтеров не только духовные, но и материальные. Багато папиросов нам передали волонтеры, привезли, мы раздавали по всех пустах, по передовой. Уже практически больше тижня тут ездим по передовой фронту. Ну, разные такие, там мази для рук, зогревающие продукты. Домашнюю выпечку приготовили дети одной из столичных школ. Вчерашний школьник, 20-летний Юра, сейчас радуется новогоднему перемирью. Пару дней назад было немного горячее туда-сюда, а так сейчас вроде бы перемирие идет. Ну, и продолжается перемирие, но где-то, 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 есть пострелы по позициям. Такие волонтерские группы будут возить Вифлеемский огонь в зону АТО вплоть до 7 января, до Рождества Христова. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий. Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Луганской области.